— То, что это выбор является имитацией, это, в общем, ни для кого, так сказать, не секрет, всё это совершенно очевидно. Ну, конституционного суда нет в стране, так сказать, да. О чём можно говорить? Какие выборы, так сказать, да. Они сами все проводятся, ну, незаконно, со всех точек зрения. Но я думаю, что могло бы быть действительно значимым фактором в деле принятия решения о признании или не признании выборов. Значимым является только один фактор, что вновь избранный президент, независимо от его фамилии, собирается дальше делать. Вот это единственное, что на самом деле для нас важно. Собирается ли он, например, скажем, останавливать насилие и останавливать силовую операцию? Собирается ли он проводить реальный диалог по конституционной реформе? Собирается ли он платить, например, по долгам за газ? Вот если он собирается это делать, мы подумаем, так сказать, признавать эти выборы или нет. А если не собирается и будет, так сказать, нести ту же ахинею, что несут сейчас большинство украинских и киевских политиков, то мы не будем их, наверное, признавать, так сказать. Да, это совершенно такая, мне кажется, прагматичная позиция. Если нам это будет интересно, мы признаем. Неинтересно, признавать не будем. А делать вид, как будто бы России нету и как будто бы Украину не интересует наличие факта признания, не получится. Нравится России, не нравится, любите, не любите. А она есть, так сказать, она здесь и никуда она не денется. И Украина, ни один украинский президент не сможет нормально решать ни внутренние, ни внешние проблемы, ни экономические проблемы, не наладив нормальные отношения с Россией. И вот от этого, собственно говоря, и будет многое зависеть, на мой взгляд. И это совершенно правильно. Хотя выглядит это, может быть, тоже достаточно цинично. Но, к сожалению, мы вынуждены играть в ту игру, которую нам навязал Запад в данном случае. Я считаю, что Запад действительно приравнял Украину к Афганистану. И если уж в Афганистане выборы такие прошли, то пройдут и на Украине. Но самое плохое, на мой взгляд, вот что. Я считаю, что как в Афганистане выборы президента ничего, по сути, не изменили, так и на Украине выборы президента, судя по всему, ничего, по сути, не изменят. Я думаю, при любом раскладе событий у Украины два сценария, плохо или очень плохо. Другого, так сказать, я пока не вижу. Что касается, так сказать, экономики. Украина подписала вот это пресловутое соглашение. И все, что мы говорили по поводу этого соглашения еще до Майдана, является реальностью. Пока политическую часть, я думаю, что экономическая тоже будет подписана, потому что, на самом деле, экономическая часть больше волнует Европу, политическая часть больше волнует, скажем, там, американцев и НАТО, а экономическая больше волнует Европу, им нужна зона свободной торговли и так далее. Так вот, скорее всего, все это приведет к автоматическим сворачиванию, так сказать, связей и к обрушению целых отраслей экономики на Юго-Востоке. В этом смысле важно понять такую вещь. У Киева нет позитивного предложения для Юго-Востока. Почему там происходит всевозможное, скажем, столкновение, почему появилась там Донецкая и Луганская республика? Причин много, но одна из них вот какая. У Киева вообще нет никакой положительной картины будущего для Юго-Востока. В экономическом плане им предлагается ассоциация, так сказать, с Европой, которая обрушит экономику Юго-Востока, и эти люди пойдут там померу вместе с своими семьями. В политическом плане им предлагается концепция «Вы люди второго сорта», в нашем прекрасном, так сказать, украинском рейхе. В культурном плане, скажем, да, им предлагается насильственная украинизация. Вот где позитивное предложение Киева для Юго-Востока? Его вообще нету. И Киеву кажется, что в таком, так сказать, формате можно вести диалог, и я думаю, что такой диалог в кавычках будет приводить только к одному – к войне.